Завидев съёмочную группу 41-го канала, жильцы бывшего общежития завода Тяжмих Пресс, а ныне многоквартирного дома номер 23 по улице Солнечной, наперебой рассказывают о многочисленных и многолетних коммунальных проблемах, в благополучный исход которых они уже не верят. Я обращался в инстанции, вот последняя управляющая компания, жильщий комбинат, вёл с ними переписки. Все они обещания, но никто ничего не делает. Надоело всё это. Мы обратились в редакцию 41-го канала. Проблем много. Лидер воронежской и отечественной индустрии советской эпохи, завод Тяжмих Пресс, как и большинство предприятий, в начале 90-х оказался на грани. Чтобы выжить, пришлось, выражаясь толерантно, отказаться от непрофильных активов, а по сути пустить имущество с молотка или передать в муниципальную собственность. Всё, что рабочими предприятиями, да и всеми советскими людьми воспринималось как должное – ведомственные детские сады, санатории и базы отдыха, пионерские лагеря и заводские общежития – всё это обрело новых владельцев. Жильцы восторженно и повсеместно приватизировали комнаты, а заводские общежития, утратив прежний статус и сменив нескольких хозяев, превратились в многоквартирные дома. И тут обозначились проблемы. На федеральном уровне общежития нету, но фактически это общежитие – коридор. Коридор. То есть это даже не блочного типа, это коридор. Но многоквартирный дом подразумевает, что у нас в квартире должен быть санузел, должен быть в одной щиток. У нас этого нету ничего, мы платим по-среднему. Здесь жить просто невозможно. А коммуналку берут. У меня дочь рядом живёт, нормальная квартира. Так она меньше платит, чем мы платим вот за эту коммуналку. У нас, я не пойму, но у нас получается дворец. Правовая коллизия в отношении бывших ведомственных общежитий привела к значительному ухудшению бытовых условий, росту квартплаты и услуг ЖКХ, а также породила неразрешимое противостояние не только жильцов с управляющими компаниями, но также внутреннее непонимание и раскол среди самих обитателей. Я начал с этим бороться. И надо смотреть на идиота. Зачем тебе нужно? Если по документам у нас нету ни капремонта, ни переселения у нас нету. И что хотят жить в этом сарате, хотят жить все. Значит, их устраивает. А меня не устраивает. Николай Васильевич, бывший старший мастер завода, отдал родному предприятию почти 30 лет жизни. Заработал среднестатистическую пенсию, инфаркт миокарда, инвалидность третьей группы и очень скромную комнатку площадью 11 квадратных метров. За это, а также за возможность пользоваться общей кухней, общим душем, общим умывальником и еще многим чем общим, Николай Тищенко ежемесячно раскошеливается на 3,5-4 тысячи рублей. Тоже бесит тарифы. 10 кубов на одном человеке. У меня комната, вот она, 10,9. Я плачу 10 кубов, за 10 кубов. Энергия 195 киловатт в месяц. Я не могу сжечь такое. И воды из расхода я не могу 10 кубов. Общая кухня – это особый разговор. Пожалуй, единственные существа, которые здесь чувствуют себя комфортно и всем довольны – тараканы. А жильцы стараются посещать кухню лишь в случае крайней необходимости. Или хотя бы высушить белье. Вот это, на весь, многоквартирный этаж, вот эта кухня одна. На 37 квартир. Представьте себе, можно здесь будет что-то готовить или нет. Нет. Почти как у Владимира Высоцкого. Помните, на 38 комнаток всего одна уборная. И с этим не поспоришь, поскольку ситуация в этом доме, подобно машине времени, возвращает нас в довоенное советское прошлое. Высоцкий актуален и сегодня с той лишь разницей, что квартир в системе коридорной не 38, а 37. А само общежитие построено не так уж и давно по историческим меркам – в 1970 году. Но туалет действительно один. Точнее, полтора. Поставили тебе на руки, три штуки, без дверей. Как зайдет сюда три человека? Женщина, мужчина. Представители управляющей компании, куда мы обратились за комментариями, не стали уклоняться от контактов с прессой и подробно ответили на все злободневные вопросы. С формальной стороны к ним нет претензий. Управленцы юридически подкованы и действуют строго в рамках правового поля и в полном соответствии со своими законными полномочиями. Общежитие было передано без капитального ремонта, а управляющая организация в рамках первой строки, к сожалению, не может провести работы капитального характера, а может лишь устранить неисправности, то есть произвести какой-то мелкий ремонт. Поэтому, конечно, жалобы есть, но мы на них всегда реагируем. Иными словами, виновных в происходящем по сути нет. Каждая из сторон конфликта права по-своему и по-своему же не права. Но это уже детали. Впрочем, есть и обнадеживающие вести на федеральном уровне. Видимо, в масштабах страны эта проблема приобрела столь глобальный и кричащий характер, что игнорировать ее министры и чиновники высшего ранга уже не могут. 1 октября 2021 года зарегистрирован в Минюсте был приказ Минстроя об установлении порядка признания многоквартирных домов, находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Такое развитие событий и такой путь, как устанавливать именно ограниченно работоспособное техническое состояние дома, вполне такой рабочий вариант для либо приведения дома в надлежащее состояние, то есть проведения, возможно, ремонта, реконструкции, какой-либо перепланировки, либо уже впоследствии признания его аварийным и подлежащим сносу. Оба эти варианта дают призрачную надежду жильцам на улучшение их жилищно-бытовых условий. Но как все будет развиваться на самом деле и сколько еще подводных камней и рифов предстоит преодолеть участникам конфликта, достоверно не скажет никто. Вадим Павленко, Валерий Бобкин, 41 канал.